Привет, друзья! У микрофона Антик, и сегодня мы поиграем за Францию в Казаках Третьих. Будем играть через королевских мушкетёров, этих толстых лошадей, которые очень долго строятся. И, надеюсь, у нас всё получится. Ну что ж, играем мы 3 на 3. Сейчас тут сын некого Гоклу подгрузится и начнём. Так, ну что ж, понеслась. Строим 2 ГЦ. Всё по стандарту. Так, камень близко, очень хорошо, даже несколько больших кучек близко с базой. Просто сказка. Так, кстати говоря, сразу мельницу поставим. Вот тут. Так, склад поместится, да, поместится, нормально. Так, на Академию хватает, всё нормально. Окей. Мы играем без дипломатического центра. То бишь, если играть с дипломатическим центром, то там, в принципе, что мушкетёры, что не мушкетёры. Там, в общем-то, драгуны спасают наёмные. Поэтому, если есть возможность, то лучше без гипа играть с этими мушкетёрами. Точнее, если наоборот, да, если мы играем без гипа, то можно, в принципе, сыграть за мушкетёров. Но вообще, они очень медленные, на самом деле. Даже если им прокачать скорострельность, то очень недолго стреляют. На мой взгляд, по ощущениям. Так, окей, берём тележку. Ставим золотые шахты, кстати говоря, ещё. Чуть не забыл про золото. Где-то у нас ещё золото. Непонятно. Так, меняем всё на уголь тогда. И костяна направляем на работы. Общественные. Так, ещё вот есть камень. Отлично. Оттуда камень, говорю, золото. Всё, уже поехал. Бывает, по вечерам я захожу в сетевую игру и пытаюсь записать парочку каток для канала. Но не всегда получается. Не каждую катку получается сыграть толком. Потому что где-то соперники слишком уж слабы. Где-то вообще дичь какая-то творится. Часто заходишь в комнату созданную. Там какие-нибудь упорутые опции, типа множество крестьян или без пушек башен и стен. В общем, очень трудно что-то толковое найти. Иногда приходится самому хастовать. Что тут в этом случае. Так, ну чё ж. Накопится сейчас у нас уголь. Необходимое количество. У нас ещё барабанщиков свободных нет больше, что ли. Так, так, камень подгоняем. Под пищу. Всё. И ждём. Четыре минуты прошло. Четыре минуты полёт нормальный. Будем строить сначала три конюшни, потом брать подкову, а потом уже вторую казарму строить. Такие пока планы. Ну а как пойдёт, уже посмотрим. Так, пока время есть, давайте засмотрим, где золото. Сверху одно. Снизу одно. Всё. Где-то ещё по центру одно, да? Неплохо, неплохо. Так, пища. Пищи всё хорошо. Осталось золото взять. И взять кирку. Отлично. Ну что ж, я вижу, что это будет быстрая катка. Она не затянется. Против нас тоже есть один четвёртый ранг, как и я. Так что команда сбалансирована, если что. Кто-то сомневается. Потому что я тут только новичков разношу. Которые первый день играют. Нет, всё по-честному. Всё по-честному. Как бы. Не хватило. Ладно. Строим ГЦ-шку тогда. Потом порываемся в конюшни. Очень плотненько. У нас должно к концу времени мира быть штук 40 мушкетёров. Это очень мало. И нам придётся их беречь, как зеницу ока. То есть нельзя допускать, чтобы они попадали под пули, под выстрелы гаубиц. В общем, их надо очень беречь. Каждый мушкетёр буквально на вес золота. Потому что они вроде бы ещё и золота требуют на найм-то. Не изменяет память. Так, давайте дерево купим. На остатки купим пищу. Сейчас глянем, что они там требуют. Вроде бы золото там тоже есть в списке. Так сказать, требования. Так, и казармы нанимают пока что пикинёров. Единственное, чем сжигать вражеские здания, вражеские казармы. Придётся захватывать арт-депо врага и гаубица оттуда выводить. В этом, конечно, минус. Сейчас ещё один игры без гип-центра. Так, давайте-ка мы ещё туда железка поставим. Золото 45, железо 15. Вот, очень дорогие сволочи. Очень дорогие кони. Так, давайте, кстати говоря, сразу же золото тоже поставим всё. Оставшиеся, где мы тут заметили там. Пять штук шахт получается, да? Отлично, отлично. Сейчас золотом будут небольшие проблемы, потому что я его поздно поставил. Но, в принципе, с другой стороны, у нас на камне больше было народу в то же время. Так что, если чуть попозже поставишь шахты, то это не страшно. Всё равно крестьяне без дела не стоят. Крестьяне всегда работают, и это всегда приносит какую-то пользу. Так, сюда вот ещё потом пойдём. Так, на ещё одну, конечно, нам что надо будет? 14 тысяч дерева, 2,800 с золотом. Это много как бы. Так, уголь, уголь. Уголь, железо оставил. Осталось всё поставить, но это позже. Это всё позже. Так, давайте, нахуй, что сделаем? Сразу же тогда дерево наменяем. Курс неплохой. Никто меня на рынке не тянул. Это положительный момент. О, тут уже поставлено. Так, где ещё можно склад-то воткнуть? Уже... Да ладно, я её поставил. Шутите, что ли? Нет, нет, нет. Я пошутил, ребят. Так. Вот они, 8 человек. Несчастные. Меняем золото заранее, чтобы было нормально, в принципе, идём. 11 минут прошло, и 3 конюшни уже стоит практически. Они ещё строятся, правда, долго будут. И вот, теперь уже планируем подкову. Золото есть. Осталось железы и уголь наменять. И будет нам счастье. Так, некоторые ребята уже почему-то дерево добывают. Это очень плохо. Мы их за это сошлём на шахты, наверное. Золото на... Давайте-ка их сюда вот пошлём тогда. И я хочу все-таки камень найти. Вот ещё камень тут внизу есть. И надо ещё жилые места не забыть. Так, давайте теперь про подкову подумаем. Не хватило, ну ладно, может накопиться само. Уже 12 минут прошло, пора подкову убрать. 1006-7 надо. 40 тысяч камня. Всё, берём подкову. Отлично. Подкову взяли, теперь надо поставить ещё четвёртую конюшню. Желательно 5600 золота. Дерево 28 тысяч. 28 тысяч. Нормально. Значит, надо где-то ещё 1020 к нам накопить на дерево. 1030 лучше. Ох, беда. Ох, беда. Давай. Не хватило. Опять дерево идут добывать. Да что ты будешь делать? Харе. Харе. Блин, они отсюда тоже идут. Ладно, давайте тогда пойдём вниз. У нас тоже есть кое-чё. Чё я хотел сделать-то? Конечно, построить я хотел. 5600 золота. Всё, четвёртая конюшня есть. Пища есть. Самое время поставить остальные шахты и радоваться жизни. Сейчас мы будем думать, что делать дальше. Пятую конюшню можно, в принципе, попробовать поставить, но... На мой взгляд, лучше ресурсы копить на 18 век уже. И строить дополнительные здания, типа арт-депо. Всё вот это фигнё. Кто-либо ещё железу нужно. Даже больше у нас 40 должно быть. С четырьмя-то конюшнями. Просто не всегда 4 конюшни успеваешь построить. Там с ресурсами всегда по-разному бывает. Иногда просто не получается. И вторую казарму давайте поставим заодно тогда. Всё-таки жилые места, все дела. 150 жилых мест на дороге не валяется. А в казарме, пожалуйста. Живи, работай. Живи, служи. Так, стоп. Я чуть меньше места домиков не наставил опять. Нормально. Железо тут ещё есть. Четыре минуты осталось. Так-то уже пора прокачивать ребят своих. Ой, пора прокачивать эпикинёров и... Всё остальное. Так у нас собор так и не построен ведь. Собор давайте поставим. Да, собор вроде не построен. Вроде всё где мог поставил. Ладно. Железо берём побольше. Он нам ещё пригодится. Собор поставлен. Да, 60 тысяч тут. Ну, 18 век нам пока не встретит, потому что мы в мушкетёров ушли. Будем надеяться, что мы просто мушкетёрами затащим и нам не пригодится даже. 18 век. Ну, как говорится, на мушкетёров надейся, а сам не плашай. Так, что-то вы... Слушайте, фига сидят они. Давайте как городок устроим тут. Научный. В принципе, уже не надо. Ладно, еды опять нет. Тут слишком много, да? Бумажный патрон. Давайте бумажный патрон тоже возьмём. Насколько у нас мушкетёров? 43. То есть чуть больше 40 получается. Таким макаром. Голода-то плохо. Голода-то очень плохо. Не надо его допускать. Так, и да. Вот еду уже собирать. В порядке бреда. Так, и, кстати говоря, ещё золотые шахты у нас, наверное. Вот мушкетёрам надо деньги платить. То есть они жрут экономику нашу. Видно уже по золоту, что проседание идёт. Хуже наёмников, ей-богу. Эти грёбаные мушкетёры жрут. Бумажный патрон нам не светит пока что, да? Ну чё, ладно, давайте тогда офицеров нанимать и пойдём уже в атаку. Мушкетёрами прощупаем обстановку. Кто-то уже в 18 век вышел. Это Сен-Гоку за Пруссию играет, который открыл нам все измерения, все реальности. Вот, нормально. Так, возьмём тогда бумажный патрон. Да, когда-нибудь. Пойдём на кого? На поляков. Отлично. Поляки свои шахты не защищают, им это не надо. Надеюсь, они там быстрые кавалерии. Только лёгкие ритары. Мы тут, типа, проходим мимо просто, никого не трогаем. Всё, уходим. Чё нам воевать-то, да? Мы все свои. Так, не надо. Это я поторопился. Всё, можно патрон взяли. Можно уже мушкетерами воевать. Можно пойти пострелять немного? Давайте пойдём постреляем. Чё, зря развивались, что ли? Валим, валим, валим. Нас заметили, нас заметили. Так, давайте сюда. Повеселась, повеселась. Поляков расстреливаем. У поляков никакая защита от пуль, так что самое то. Поляки просто отличное мясо для расстрела. моё любимое, можно сказать. Нормально, быстро. Смотри, как они быстро ложатся. Офигенно же. Красота. Слушайте, тут это войско мне не нравится. Капец какой-то. Серьёзные ребята тут воюют. Я с нубами какими-то. Давайте-ка пойдём тоже. поучаствуем во всеочем веселье. Не надо в 18 век выходить потихоньку. Так, сдался чувак сразу же, да? Ну, у нас такое, такие игры не для слабонервных. Слушайте, у нас сейчас тут походу будет весело. Давайте-ка на подмогу на всякий случай подправим кого можем. Вообще, у нас тут стыла сейчас пойдут, ребята. Таких отступающих сейчас нагнём, так сказать, слегка. Можно, в принципе, силу выстрела взять в порядке бреда. Немножко тёртся. И пошли восточную насу фигачить. От этих коней надо, конечно, убегать по возможности. Но я не, короче, не буду выходить. 18 век, нормально так, мушкетерные боюем. И валим отсюда. Мм? Хорош. Хорош. Что я делаю? Я на уголе меняю. Ладно, фиг с ним. Ну, вот наши сушки кинёры врываются. Полечить бы их. Тут наша помощь не пригодилась. Тут ещё и украина есть у нас во врагах-то. Смотрите, как они хорошо проходят. Идёт очень быстро. Это личная игра. Нормально, нормально. Так, сколько у нас мушкетерных? 105 уже. Пошли туда, на Украину нападать. Хочу с Украиной поиграть. Пока наши союзники тут не опомнились и не взяли всю славу себе. У нас 1200 очков навоевали мы. Вот уже эти, этот кони читерные украинские. Смотри, как они нормально не подпускают себя практически никого. Не хватает чуть-чуть мощи, конечно, потому что выстрел всё-таки у нас не максимальный. Но, тем не менее, нормально. Так, надо вот за татар спрятаться, пусть их режут. Так, разворачиваемся неожиданно и стреляем. Наши численность сокращается. Опа! Два залпа и нет отряда. Всё, проходим дальше, не стесняемся все свои. Вот эти вот, конечно, для нас опасно очень сервики. на них коней вообще нападать. Конями на них нападать не надо мушкетерами. Потому что они нас просто порежут всех. Как ту зигрелку. Но с двух сторон можно. Всё, идём в Украину нагибать. Осталась тут парочка сердюков. Конечно, мушкетёров своих я послевал. Вообще, лучше с прикрытием бегать. но за неимением такового и за неимением необходимости можно и без прикрытия. Всё-таки у сердюков дальность выстрела больше, но у мушкетёров 320 хп. 320 хп это вам не это. Татары сейчас в Париж всех порвут. Если можно, пока не на татары добились. Так, вот снизу вверх зайдём. Нормально. Сейчас прокачаем максимальную силу выстрела, посмотрим хоть сколько у них там атаки-то. Я в памяти не держу, сколько там у каких стрелков атаки максимально. У мушкетёров должно быть очень много атаки. Сейчас у них уже 135. Сейчас уже 165. Всё, заходим. И это победа. Это победа и у мушкетёров 175 максимальная сила выстрела. Просто офигенно. Ну что ж, это была весёлая катка. Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если вам понравилось. Всем удачки. С вами был Антик. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok